Звезды, звезды, звезды. Как прям, не знаю даже, как спастись? Кто тебя впечатлил из тех звезд, которые молодых у нас были? Молодых звезд? Ну, давай уже приоткрою немножко. Ну, приоткрою. Приоткрою. Был у нас здесь наш белорусский норвежец или норвежский белорус? Белорусец. Ну, неважно, в общем, мы поняли, о ком идет речь. Александр Рыбак, правда, он наотрез отказывался говорить о себе. Он все-таки хотел говорить о девушках, которые пришли вместе с ним. Это группа «Милки», его проект, которым он активно занимается, продвигает. Да, которых он продюсирует. А хотелось бы говорить о нем? Ну, по крайней мере, пару вопросов. Мы пытались задать с Юлей Дубровым в качестве интервьюера в ВВИ. И никак, никак. Он говорит, нет, в этот момент я начинаю думать по-норвежски. Отвечал он. Ты знаешь, все дело в том, что когда-то очень-очень много лет назад, когда он только-только победил на Евровидении, мы делали про него передачу. И вот там, в этой передаче, мы немножечко говорили о нем самом. Давай сейчас посмотрим отрывок из этой передачи, потом вернемся в студию. То ли быль, а то ли сказка. Вроде уж и время какое-то прошло, а славянский электорат по-прежнему тонет в безудержной нежности к вихрастому и глазастому норвежцу белорусского происхождения, что начал свое триумфальное шествие по миру победой на Евровидении 2009 в Москве. Сказка о рыбаке и его рыбке вкупе с безотказным обаянием упали в сердца миллионов и стали достаточным основанием для того, чтобы хороший мальчик впутался в сети мирового шоу-бизнеса и стал новым героем нашего нового времени. Его вокал достиг накала, скрипка в руках поет, он сочиняет и пишет, и танцует, и снимается. И это далеко не финал, а всего лишь многообещающее начало. Здесь, на славянской земле, ему все близко к сердцу. Родился в Минске, учился, как все советские дети, с применением методов обычной советской муштры. Три года в лесу во время сбора грибов исполнил первую песню собственного сочинения. Сорвал бурные аплодисменты зрителей и родителей, чем и подписал себе приговор. На развитие гениальности ребенка была брошена бабушка, преподаватель музыкального училища. И в свободное от работы время подключался отец, профессиональный музыкант. К цели двигались поступательно, но твердо. Золотое дитя в пять лет уже играла на фортепиано и скрипке, пела и сочиняла. Но тут подошло время переезда в Норвегию. Несмотря на то, что бабушка осталась дома в Битебске, и на то, что у нее за рубежом грибных лесов нет, музыкальное насилие над умным рыбаком было продолжено. В морской северной стране его не отпускали ни порыбачить, ни в баскетбол поиграть. Он все пилил смычком скрипку, плакал, злился и недоумевал. Но подошел час расплаты. Евровидение расставило все по местам. Самые красивые девушки города Минска. Всех уверяют, что в Минске все рядом и близко. Не Страдивари, но тоже скрипичный дел мастер из Норвегии. Не Пахмутова, но тоже музыку пишет. И к Беловежской пуще какое-никакое отношение имеет. Совсем не Каруза, но тоже за душу берет. Не то норвежец, не то русский, не то белорус. Он сам все время путается в показаниях. Однако патриотично утверждает, что именно родная культура повлияла на формирование его музыкальных предпочтений. То, что ты любишь, те, кто сегодня рядом с тобою сделаны в Беларуси. Верною дружбой, нежной любовью сделаны в Беларуси. Он исполняет Куполинку и песни своего отца на стихи тонкого белорусского поэта Максима Богдановича. Поет свою сказку по-русски на стихи поклонницы из Новосибирска. И по-английски, и по-норвежски, конечно, тоже поет. И пишет, и пляшет, и играет, и выступает, и говорит, и показывает. Моя дочка, моя дочка у садочку Ружу-ружу поле Ружу-ружу поле С утра до ночи не могу Он постоянный вихрастый повод для сплетен любителей оттачивать свои микрофоны и клавиши. Его уже дважды обвинили в плагиате, но он успешно отбился. Переработка его песен была оформлена по всем правилам. И журавлиная песня, и саундтрек «Я не верю в чудеса к черной молнии» звучат, живут и побеждают. Он представляет новую олимпийскую символику «Сочи-2014» на Красной площади в Москве. Он принимает участие в детском Евровидении в Минске. Его харизма душу рвет, а значит, всегда есть повод продолжить. А может, может быть, сможем Мы разорвать оковы сна И вместе будем навсегда И может, любовь поможет В реальность превратить волшебный сон Которым только мы вдвоем Ну вот, немножко вспомнили, кто такой Александр Рыбак, наш земляк. Бабушка его здесь, у нас, в Витебске, преподавала всю жизнь в нашем музыкальном училище. И у нас, кстати, когда Александр Рыбак участвовал в Евровидении, Его бабушка, естественно, смотрела и болела. И у нас в программе «Утролайв» был эксклюзивный сюжетик, эксклюзивные кадры. Ничего себе! Да-да-да, как бабушка. Именно вот с бабушкой вместе сидели дома. Бабушка разрешила присутствовать при этом. И мы показывали в «Утре», как она болела и как он победил. Вот, к сожалению, мы сегодня пытались найти эти кадры. Это было уже давно. Да, это, к сожалению, не сохранилось, как мы не пытались найти. Но, к сожалению, этого уже нет. Ну, вот это было у нас. Ну, зато новый фестиваль подарил нам новые кадры, которые, может быть, и когда-то тоже попадут в наш архив и станут памятью на историю. Да, сейчас мы как раз дадим всем возможность их посмотреть, как Александр приходил к нам, мы с Юлей Дубров с ним разговаривали. Я просто, знаете, что хочу сказать? Когда будем смотреть, мне тоже очень интересно. Я помню, как он приезжал к нам тогда, сразу после Евровидения. Вот в предыдущем сюжете видели, как на него набрасывались девочки, все визжали, ему невозможно было вообще нигде пройти. А он был такой хороший мальчик. Он, вот, как, наверное, каждый человек, который не очень хорошо знает язык, на котором ему говорить, он говорил так совершенно наивно. Он такой был открытый, простой, вот хороший мальчик. А сейчас он очень уверенно говорит по-русски. Ну, вот, нет, он и тогда вроде как уверенно. Но, например, он говорил, я здесь в Витебске совершенно не понимаю вообще, что со мной происходит, потому что у меня здесь много родственников, и меня возят из дома в дом, а дома у всех одинаковые, и на стол накрывают одинаково. И я не понимаю, у кого я был сейчас, у кого я через час, а у кого я буду через два часа. Ну, он производил очень приятные впечатления, и я его увидела в этом году, мне все-таки показалось, что он возмужал. Ты хочешь сказать, что за столько лет приезда в Беларуси и такого многообразия блюд, в прямом смысле, возмужал? Нет, нет, мне кажется, он возмужал чисто не физически. Ну, кстати, у нас сейчас будет возможность это оценить, и еще будет возможность оценить новый белорусский национальный проект «Группа Милки». Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Здравствуйте, добрый вечер. Сегодня наше телекафе «Вечерний Витебск» работает почти в углосуточном режиме, между концертами. В эти фестивальные дни к нам заглянул музыкант, который, я думаю, не нуждается в представлении ни за рубежом, ни уж тем более в Беларуси. Это Александр Жибак, и заглянул он к нам в компании прекрасных, красивых, очень талантливых, очень белорусских девушек группы «Милки». Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здрасте. Добрый вечер. Как проходят ваши первые фестивальные дни? Наши? Ну, я уже выступал и вчера на открытии, и сейчас буду выступать со своей программой. Ну, я, конечно, очень-очень рад, что этот проект состоялся, что группа «Милки» сейчас и гастролирует, и что их приглашают везде в Беларуси, а сейчас их первые, первые же, ну, первые славянские базары. И как ваши первые впечатления? Как «Витебск» принял вас, и как вы приняли «Витебск»? Мы очень хорошо приняли «Витебск». Вот. Для нас это большая честь выступать на славянском базаре. Ну, и публика нас полюбила, как мне показалось, и не только мне, я думаю, да. Принимали нас очень хорошо, очень тепло, радушно, и мы будем надеяться, что пригласят нас еще сюда и не раз. Это был полуфинал конкурса молодых исполнителей. Да. То есть, ну, он проходит в концертном зале, но впереди все-таки ваша основная цель, наверное, это летний амфитеатр. Все впереди. Мы над этим работаем. Работаем над репертуаром, работаем над профессионализмом, и мы думаем, что скоро нас пригласят и на главную площадку славянского базара. Я тоже очень надеюсь. Я думаю, что стоит наших телезрителей познакомить поближе с этим коллективом. Это группа, которую вы создавали, собирали правильно для отбора функционального. Мы с Андреем, с продюсером моим белорусским, у нас были такие гастроли по Беларуси, где мы нашли самых-самых талантливых, самых красивых, самых поклёрных девушек. И вообще-то мне нравится очень это интервью. Это как-то символическое интервью, потому что сейчас мы уже как-то далеко друг друга. И это мне нравится, что как раз это в правильное время, потому что сейчас уже девушки стали без меня заниматься, репетировать. И меня так сейчас, например, честное слово скажу, первый раз слышал живьём их петь эту песню «Таракан». Как-то там «Таракан». Нет, я знаю, что я неправильно сказала. Это была небольшая репетиция перед программой. «Талака». Сейчас знаю, что это значит. Но мне так понравилось, как они играют вместе, как они улыбаются друг к другу, как знают сразу, кто где вступает и так далее. Они вместе, они сейчас вот ансамбль. Я даже не трогал их. Да, Александр даже сказал, я даже не знал, что у меня такая крутая группа. Это правда. А давайте, может, представим, кому посчастливилось попасть в группу «Милки»? Ну, я здесь самый счастливый вообще-то. Но вот Марина, так получилось, что хотя она вообще-то самая скромная из нас, всё равно она такой натуральный центр, центр группы, и все девушки полагаются на неё, на сцене. Полагаются ей, как сказать? Марина. Равняйтесь. Ну, все следят за Мариной, и всегда во всей группе должна быть такая, которая, если что-нибудь, если всё совсем неправильно пойдёт, так все будут смотреть, что делать. А что делать, если у Марины вдруг что-то пойдёт не так? Нет, у Марины всегда всё хорошо. Потом Аня. Нам вообще повезло, что ты такую актрису и артистку, нашли. Это вот подчёркивает то, что она победила сейчас в Академии талантов, просто значит, что у меня с Андреем очень-очень-очень хороший вкус. Да, и подчёркивает то, что Аня очень талантливая. И очень многогранна она была в этом проекте. Да. Я смотрела финал. Спасибо большое. Очень приятно и неожиданно. Да, Аня тоже нас скромная. Потом, ну, Таня. Всегда, когда есть какие-нибудь вопросы, или девушки чуть-чуть не уверены, что делать, вопросы там по одежде, или... Ну, Таня у нас не только певица, а ещё она и модель, и работает для многих там рекламах, ну, ещё и дизайнер, можно сказать. Ну, ты всё возможное, да? Так что вот у неё такая роль, что если не уверена, что... Если даже я иногда не уверен, я тоже к Тане прислушиваюсь. Вот. То есть, получается, это её заслуга, вот эти костюмы, которые видим на девушках. Ну, часть. Эти образы. Нет, это не мои заслуги, это Левковец у нас есть такой... А, Леховец, простите. Есть такой дизайнер, вот она. Вот постараюсь. Шила такие, вышиванки нам. Вот видите, я всегда знаю, что ответить и так далее. И вот, потом Вика, Виктория, она сейчас не с нами, но она такая... Она и фонклорная, но у неё тоже такая рокерская душа. Так что, если нужно чуть-чуть... Добавиться. Добавиться. Так она очень всегда хорошо это показывает. Но и Таиса, Тая наша, которая, кроме того, что она прекрасно поёт, она ещё преподобаёт. Она педагог по вокалу. По волклёрному, по волклёрному вокалу. Всё уже, всё у меня язык. Ну да, просто у Таи так много было профессий, она всё умеет, так что всегда, когда про неё говорят, я начинаю уже болтать, и язык завязывается. Кстати, вот, Александр, в одном из своих интервью на Славянском базаре предыдущих лет вы сказали, что витебские девушки очень красивые. Почему нет ни одной представительницы Витебской или Витебской области в этой группе? Я просто, ну, витебский Дарья реально красивые девушки, потому что тогда я ещё не был во всех других ваших городах. Так что вот Марина из города Горки, так, потом вот у нас девушки из Минска, Вика из Гомеля, Гродно, Гродно, а Таи из Гомеля. Таи я сказал? Почти белорусский национальный проект получился, да? Девушки отовсюду совершенно разные. Не почти, это есть белорусский национальный проект. Это тренаправленно, да, было сделано, и поэтому эта фольклорная тема, она и в образах девушек, и в музыке, я думаю, подчёркивается, и будет подчёркиваться дальше. Да, очень надеюсь. И вот, кроме того, что сейчас у девушек новые песни, новая программа, которая прекрасный аранжировщик Тео, мой друг, он помог им с аранжировкой, и кроме этого, конечно, я тоже буду писать новые песни, и вот именно из-за этого очень приятно, что вот видеть, что они развиваются, пока я там гастролирую в Скандинавии и так далее, так они работают. Вот я хотела спросить, вот в интервью и вообще в жизни Александр выглядит таким очень добродушным, таким добрым, воспитанным, а вот как продюсер, как вот руководитель, он жёсткий человек? Скажите. Мне кажется, что он какой вот на телевидении, на самом деле это не маска, он такой есть добродушный, отзывчивый, и эти глаза, на самом деле, не врут вам. Ага, но строгий, я могу быть строгий. Да, но бывает в меру строгий. Как-то даже сказали. На самом деле, Александр был первым, кто корректировал длинную платье. В большую сторону или в меньшую? А если вы заметите, у каждой по-разному. Первый раз корректировал больше, второй раз меньше. Ну и потом решили всё смешать на всякий случай, да, вдруг не угадали. Да, и что касаемо было движений, вот в нашем выступлении на Евровидении, то же самое, Александр принимал активное участие. Ну да, я же раз участвовал же раньше. А у нас был хореограф? А? Несмотря на то, что у нас был хореограф. Ну я как всегда, когда у меня идея, когда у меня вижн, я не знаю, как сказать по-русски. Виденье, наверное. Виденье, да. Так всегда мне нужно вмешиваться чуть-чуть и туда, и сюда, потому что я же уже участвовал в этом конкурсе, и хочется чуть-чуть вот моим опытом поделиться. Я вот заметила из последних интервью, что вот, почему я взял вопрос по поводу вот, вот, жёсткий, он руководитель, что вы в последнее время очень много так вот контролируете журналистов и вообще всячески подчёркиваете, что вы знаете, чего вы хотите. А, молодец, это не все понимают, это не все видят. Спасибо. Чтобы вас поддерживали, чтобы ваши идеи к вам прислушивались, и в принципе, что вы можете от чего-то отказаться, вам может что-то не понравиться. Это всегда вам было или в последнее время появилось? Ну, это с годами уже. Я понял, что всегда есть такие традиционные вопросы, что всегда спрашивают, а что вам нравится с нашим городом, какую кухню, когда бабушку посетите и так далее. Какие девушки вам нравятся, это самый популярный вопрос. Да, будто у меня нет других проектов и других мыслей. Так что, я думаю, что журналисты иногда даже радуются, когда они видят, что у меня есть идеи на разные темы. Не только говорить про девушек и колдунов. Кстати, ну, я не могу девушек и колдунов про сказку не могу не спросить насчёт новых проектов. Вы готовите книгу к изданию, да, детскую? Или она уже в сентябре? Ну, пока я сейчас вот здесь, в России, в Белоруссии, я занимаюсь русскими песнями. У меня сейчас новая песня «Котик» называется. А, ну, клип тоже недавно была в Тургерии. Да, да, да. А параллельно я работаю в других странах, и особенно, конечно, в Норвегии, где я живу. И там у меня наконец-то сейчас скоро реализуется проект. Я работал над ним три года. Вот вообще-то над идеей «Милк» у меня тоже работал три года, но это вот здесь работал. А вот этот норвежский проект я усердно, почти каждую неделю в студию записывал песни, писал книгу, скоро будет мюзикл. И это очень такая норвежская романтичная сказка про тролля, который живёт один в лесу, не доверяет никому. Ну, и на скрипке играет. И на скрипке играет. А часть автобиографичная есть? Маленькая часть, конечно, но я не в лесу живу. Так что это очень близко к сердцу. И очень, конечно, надеюсь, что когда-нибудь перевод будет русский. А что вас вдохновило на создание именно для детей? Что интересно? Ну, я просто вижу, что у меня публика очень широкая, и много детей в публике, а взрослые, у них тоже детская душа. Так что у меня такая семейная публика, но с детским духом. Так что я уверен, что, хотя это детская книга, детский мюзикл, это понравится многим возрастом, если так можно сказать. А когда премьера будет? Это начинается пока что только на норвежском языке. Только для Скандинавии. Для Скандинавии это начинается в сентябре, тогда самое большое издательство Скандинавии. Для них это самое... Они мне в этих вот так сказали, что это самая главная книга осени, они везде будут рекламировать. Я собрал самых лучших актеров. Ну, я сейчас могу перебарщивать, вы же не знаете. Ну, а книга эта потом, может быть, появится на русском, на белорусском языке. Когда будет перевод? Да, сможем ли мы ее купить, допустим, здесь, в Беларуси? Я очень надеюсь, что мы найдем хорошего переводчика, хороших актеров, так же, как я пригласил в Норвегию актеров и артистов, которые озвучивают разные роли. Я надеюсь, что здесь тоже найдем самых-самых лучших, подходящих. Вы уже сказали про песню «Коль». Ну, пока что это мечта, извините. А, мечта, да. Ну, будем надеяться, потому что, я думаю, наши поклонники белорусские... Да, и они мне очень, они мне доверяют. Это хорошо, что поклонники мне доверяют. И вот, например, сейчас вот они видят, что я долго мечтал о вот этой группе. И сейчас они приходят на их выступление. Да, иногда я уже даже потерял пару фанатов. Они перешли в панк-класс. Ну, это меня радует, конечно. И в дальнейшем вы планируете работать на Беларусь больше? Или вы бы хотели, чтобы ваша группа стала вот именно международной? Сначала надо Беларусь работать, чтобы, если когда-нибудь мы будем выступать в Европе, так это должно быть правдило. Нужно сначала вот здесь вот совсем 100% уже знать друг друга, и потом можно что-нибудь такое европейское попробовать. Но ведь, Александр, вы практически все время проводите у себя дома в Норвегии, а девушки здесь. Ну, не совсем. Не совсем. Но не в Белоруссии, да. Насколько хорошо... Скучаю, да, конечно, скучаю. Я вопрос хотел про другое задать, но скучаю тоже хороший ответ. Насколько девушки хорошо справляются с теми заданиями, которые, может быть, вы им даете, и вообще, есть ли у них, получается, домашние задания? То есть вы, когда приезжаете сюда, проверяете... Клан какой-то вы им доводите. Знаете, что... Работают ли они по кому-то клану? Вообще-то у меня сейчас была практически полгода пауза с этой группой. Я просто доверяю моему продюсеру Андрею Гузелю. Который здесь, в Беларуси. Гузелю или Гузелю? Мы так и так... Гузе. И вот он занимается с ними, а сейчас уже девушки вообще стали... Автономными. Сами заниматься. Самостоятельно. Вам нравится заниматься? Одно. Конечно. Александр, вы уже сказали о песне «Котик», которая вышла давно, вы записали. Клип вы снимали в Москве, да, насколько я знаю? Да, 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 да. Я же там участвовал в шоу «Один в один». Так что, раз мы познакомились с хорошими продюсерами, режиссерами, другими, с другими в шоу-бизнесе, так хотелось эту ситуацию использовать. И нашел очень-очень классного режиссера, романа, да. Вообще, вот по поводу Москвы очень тепло отзываетесь. Может, даже такие вот есть вопросы. Может, вы жить туда переехали уже в Москву? Нет, да? Нет, я думаю, что, чтобы понять культуру, чтобы понять страну, это нужно целую жизнь прожить в стране. А я еще только половину жизни прожил в Норвегии. Так что нужно сейчас продолжать развивать мое понятие этой культуры. Ну, а параллельно, конечно, я читаю русские книги, ну, сказки такие для детей, чтобы уже чуть-чуть читать по-русски и так далее. Вы чувствуете себя уже увереннее в русском языке? Ну, да, да. Вы же понимаете, вы же уже понимаете меня, что я говорю. И сейчас мы в августе будем записывать новые песни. А пока что я очень рад, что Тео помог девушкам. Я считаю, они нашли прекрасную, прекрасную, прекрасную программу. И сейчас вот они скоро про таракану. Про талаку. Про талаку. Прежде чем, да, у наших телезрителей будет такая возможность. Еще пару слов. Не так часто мы вас видим в Беларуси и в Витебске в последнее время. Вы спросите у девушек что-нибудь, им нужна тренировка. Тренировка нужна? Буквально пару вопросов о вас лично, если можно, да? Да. Не так часто бываете в Беларуси. У нас семейное телекафе, поэтому я не могу не спросить о семье. Как часто вы видите с семьей? И какой она вообще в вашей жизни играет? Вот сейчас у нас концерт был. И моя племянница Оляша подошла с цветами ко мне. Сейчас начал по-норвежски думать, что вы еще с девушками поболтайте, а я попью. Реально, давайте, спонтанно. Спонтанно, да? Девушки, ну а вы мечтаете на какой сцене выступить в первую очередь? Ну вообще сцены любого масштаба, это в любом случае какой-то опыт ценный. И бывает даже на самой маленькой сцене публика настолько радушная и принимает, что проще выступить на какой-то маленькой сцене и стать большими звездами, чем на большой. Ну на большую нужно очень много готовиться, вот как сказал Александр. Вот, но мы и трудимся на самом деле. Мы растем с каждым днем и думаю, что скоро мы что-то выдадим. Я как человек, который привык доводить дела до конца, все-таки надеюсь, что Евровидение 2016 нам покорится. И мы туда попадем и все-таки докажем всей стране и всей в Европе, что мы достойны быть на этой сцене и достойны победы даже. А кто песни будет писать? Я буду песни писать. Мы тебе поможем. Хорошо, ладно. То есть я так понимаю, что в планах у вас как минимум повторить попытку пробраться на Евровидение? Нет, мы не хотим повторять попытку пробраться, мы хотим приумфовать. Я думаю, они хотят победить. Да? Нет, ну просто вот разговор про большую сцену, еще интернет это тоже большая сцена. И неважно, кого жюри выбрали, все равно и так, и так мы нашли уже нашу публику в Европе и, конечно, хочется развивать ее. Насколько я знаю, есть какой-то еще конкурс, который проводится между коллективами, которые не прошли национальный отбор. А, ну да. И Милки участвовали в этом конкурсе. Расскажите немножечко, что это за проект. Да, мне тоже интересно. Ну это такой, это любительский проект. Это любительский проект. Так, почему вы участвовали? Такая информация есть в интернете, да. Ну, видите, уже про них очень много информации есть. А мы все-таки концентрируемся на новых песнях, на новой программе. На будущем. Да, что ваши песни на белорусском языке, с белорусским колоритом, что вы действительно, белорусская группа, это и видно, и слышно. Ну да, мне хочется, чтобы они и на русском пели, и на английском. Надеюсь, это сбудется. Что ж, будем тогда ждать новых песен, приятных сюрпризов. Огромное спасибо, что нашли время зайти в наш телекафе. Нет, ну все-таки, как бы ни было, но на меня все-таки Александр Рыбак производит приятные впечатления. Ну, несмотря на то, что он изменился, возмужал. Он изменился и уже научился уходить от вопросов, говорит о том, что нужно говорить. А как он грамотно уходит от вопросов. Ну, от себя могу добавить, что приятно еще очень посмотреть на очаровательных девушек, которых тщательно отбирали по всей Беларуси. И, ну, мне кажется, у них есть будущее, потому что если с ними такой продюсер, думаю, все должно получиться. Ну, посмотрим, будем надеяться. Вот мы с тобой говорили о том, что название, хорошее название. Действительно, да? Здорово. Ну что, время нашей передачи подходит к концу, неумолимо. Как бы не хотелось нам с тобой обсудить всех, всех мы обсудить не успели, к сожалению. Но я еще от себя могу сказать, так как я уже ухожу в отпуск и хочу попрощаться со всеми. Хочу сказать, что Ваня еще будет неделю работать, а я еще. А я все-таки надеюсь, что я уже уйду скоро в отпуск. Хотела сказать, что все-таки из всех, с кем мне удалось поговорить, самое большое впечатление на меня произвел Эдгар Запашный, который все-таки человек, входящий в клетку к тигру, не может просто выпендриваться. Нет, просто я помню, вы просто оба, что это называется, собачники, да? Вы любите собачек. Я запомнил это все. На этом наша передача подходит к концу. Правда, еще несколько приятных моментов мы готовы подарить не только мужской половине, но и наверняка всем нашим телезрителям. Народная белорусская песня «Таракан», как ее назвал Александр Рыбак, или талака, как мы привыкли ее слышать в исполнении группы «Милкин». На сегодня это все. Пока и увидимся завтра. А я прощаюсь. До следующих эфиров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok